привет всем дорогие друзья сегодня у нас воскресенье 13 сентября я на втором этаже сейчас будем с Викусей решать уроки по телефону решаем мы с ней уроки по телефону помогаю ей новые новая тема или повторение там у них не знаю там в общем сейчас будем с ней решать уроки буду сейчас набирать звонить ей будем решать уроки ну ну привет правильно что это мы находим правильно умница молодец бюджет у нас 80 процентов до покупка велосипеда 20 процентов от бюджета да первым действием да мы находим один процент от бюджета все правильно 80 тысяч правильно делишь на 100 и получила 800 рублей да молодец дальше пишешь сюда 1 процент от бюджета мы нашли да правильно 800 умножить на 20 молодец так получится 16 тысяч 16 тысяч. Это что мы нашли? Столько стоило покупка велосипеда. Правильно. Молодец. Умница. 20% от бюджета. 16 тысяч стоит велосипед. Молодец. Так, я знаю. Угу. 16 тысяч рублей стоило велосипед. Угу. Задача номер 2. Что? Угу. Так, номер 2. Так, написала. Угу. Зарплата отца. Ой, подожди, подожди. Так, подожди, подожди, подожди. Не то, что-то я тебе леплю, Карабатова. Угу. Да. Стипендия сына, да, 18. Стипендия сына... Стипендия сына, я зачеркну. Блин, так подожди, вот я тоже, видишь. Я написал только да. Нет, подожди, подожди, ты пока не торопись. Стипендия сына 18 тысяч рублей. Ну, вы зачеркнули, да? Ну, да, да, зачеркни. Стипендия сына 18 тысяч рублей. Да. Тире, тире это ставишь, да? Составляет 30 процентов от зарплаты отца. А смотри, что, мы про жены дачи не писали тире, там 100 процентов. Там у нас нет... Почему? Ну, без тире пиши, как пишите, это покупка элоспеда, написали 20 процентов. А тут мы пишем, стипендия 18 тысяч, что составляет 30 процентов от зарплаты отца. Ты посмотри, в предыдущих-то задачках там же у тебя, посмотри в этих... Как тебе сказать? В примерах-то, в примерах-то, как там написано? Примеры, ну, я писала, ну, в примерах не с процентами сразу. А вот, например, в первую задачу я писала так. Бюджет семьи 80 тысяч процентов, ой, 80 тысяч рублей. И не писала потом, тире 100 процентов. Ну, не надо это, вы так понятны на дурку, что 100 процентов. Здесь нам дается в задаче именно такое. Стипендия на 18 тысяч рублей, что составляет 30 процентов от зарплаты мамы. Ой, зарплаты мамы или отца, все равно кому. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Посмотри там-то, как ты писал вторая-то задача, там же написано, да? Там написано. Так, эээ... Пол? Ну, в комнате расходовали 20 тысяч рублей, что-то... Да, 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 да. Ну, да, да, да. Так вот и смотри в книгу-то. Да, да, да. Я смотрела на... вот так и тут стипендия сына 18 тысяч рублей что составляет 30 процентов от зарплаты отца или мамы там кого хочешь напишет придумываем задачу да какая разница от кого 30 процентов до можно было зарплата матери впереди можно было не зачеркивать зарплата от мира матери дали отца неизвестно можно было так написать и внизу зарплата матери неизвестно что нам за будем искать зарплату матери до кого хочешь давай отца сын 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 отца отец фапса давай зарплата отца не знак вопроса ну первое действие да правильно правильно так получаем Так, получаем 600 рублей, да? 600, да, 600 рублей, да? Да. Это что мы нашли? 1% Вот это от стипендии, да? Нет. От чего? А, это, сейчас погоди, это 1% от зарплаты отца, конечно, мы знаем, что 18 тысяч, это 30% от зарплаты, 18 тысяч, это 30%, а тут мы нашли 600, это 1% от зарплаты отца, мы нашли, правильно? Да. Ну вот, это 1% от зарплаты отца. Зарплаты отца, или как, зарплаты отца, или? Ну вот, зарплаты, наверное. Так, дальше, второе действие. Угу. Так, теперь нам нужно, ну, так, теперь нам нужно 600 умножить на сколько? На 100? На 100. Вся эта зарплата отца сколько составляет процентов? Вся зарплата отца составляет 100%, 1% мы нашли, теперь поэтому мы 1% умножаем на 100%, то есть 600 рублей мы умножаем на 100%. Так, получается, ой, получается, на сколько, 60 тысяч? 60 тысяч рублей зарплата отца. Что и требовалось нам найти, так? Да. Ну вот. 2, так. 0, вот я не знаю, про 0 надо там, посмотри, а это все? Да, это тоже, по-моему, да, 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 0 это тоже. Вот, натуральное. Вот тебе и надо знать, что значит простые числа, это те, которые только делятся на, на, 2 делителя имеют, то есть делятся. А, а, поняла, типа 1 это разделить, например, на 1, а на 2 нельзя уже, да? Ну, 1 не берется, тут 1 делитель получается, наименьшее, наименьшее из натуральных чисел 2, и наименьшее... 13, я не понимаю. Ну, 4 сюда, еще раз, что такое простые числа? Простые числа, это те, которые имеют 2 делителя. А 4 сколько делителя имеет? Ну, 3. Так оно не простое, оно не простое. А, я поняла, тогда получается, правило, которое, типа, все до 13, оно вообще... Не обязательно до 13, еще и 17, просто, я не знаю, только, я не знаю, я не вижу, видишь, параграфа-то, а? Так, 13, это вообще не так, короче, я поняла, да, 13. Тут про простые числа тебе говорится. 8, 5 и 8, это 1, 4 и 8, да? Да, еще и 2. А, еще 4, еще и 2, ужас какой-то. А, 9, 3, 1 и 9, 10, 5, 2 и 10. А зачем тогда поставили ограничения... А, ну, понятно. Почему ограничения-то? 11 там стоит у тебя? Да, нет, я поняла, поняла, поняла. Хотела спросить, почему поставили ограничения в 13, если они все могут иметь делители? Так, почему... А, ну, 17 тоже делится только на себя и на единичку. 91 тоже делится только на себя и на единичку. Так, почему? Ну как, 91 раздели еще на что-нибудь, оно ни на что больше не делится, только на себя и на единичку. Когда я вообще сейчас не поняла, почему тогда оно называется... Оно же простое, но в то же время оно после 3 марки. Так что 13-то у тебя... Дай, скинь мне параграф. Скинь мне параграф. Тут-то не написано про 13-то ничего. Скинь мне параграф, говорю. Скинь мне параграф на другой телефон. Ну вот, видишь, молодец. Все, умница, все поняла, да? Да, спасибо большое, Вауля. Ну, ну, давай, родная, люблю тебя, целую, пока-пока. Давай, давай, Ваулечка, целую, пока-пока. Пока-пока, мамуся, привет, давай, пока. Хорошо, давай. Ну вот, сеанс одновременной игры закончен. Уроки сделали быстро сегодня, в течение 20 минут, наверное.